Стремительная пробежка и выверенный пас, бросок, блокировка и жесткое столкновение скрежет металла. Даже во время тренировочной игры на площадке кипят настоящие страсти, а друзья по команде превращаются в непримиримых соперников. Здесь не только работать руками для того, чтобы управлять мячом, но надо же еще руками и управлять коляской. Поэтому это намного тяжелее, чем у обычного баскетболиста, и эта игра становится еще зрелищнее. Да, видение, то есть есть пробежка, так же как и в баскетболе в обычном. Вот оно раз, вот оно два, должен мяч в пол ударить. Ну, либо то же самое, поворот, вернулся. То есть если я руки не упирал, то вот это вот движение, оно считается как заодно. И еще могу одно движение вперед или в другую сторону сделать, и должен опять мяч в пол ударить. Техника броска у баскетболистов на колясках обычная. Вот только корзина расположена на той же высоте, что и у двухметровых спортсменов. Игроки команды «Фалькон» ежедневно по многу часов тренируются перед ответственными соревнованиями. Но делают это с удовольствием и какой-то бесшабашной радостью. Мне интересно жить без адреналина, то есть, ну, как-то драйв, скорость та же самая. Сюда приходишь на площадку и поноситься, и мяч пошевелять, и там упасть. Ну, упал, ну да, ну а что поделать. То есть, как бы, ну, никто от этого не застрахован. Дворец игровых видов спорта «Содружество», где базируется команда, полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями. После тренировки по домам ребят развозят социальное такси. Дорога не близко, и есть время обсудить спортивные новости и планы на будущее. Вот, в принципе, еще разок съездить, мы хорошо там поиграли. Владимир Поминов спешит домой, чтобы хоть недолго передохнуть после тренировки. Ведь сегодня он еще приглашен на открытие нового реабилитационного центра. И вот так в разъездах каждый день. А значит, подъемник в подъезде никогда не должен подвезти. Все обрезал, все выкинул излишне. Остался только двигатель, проводка электричества, которая к нему подходит. И вот три кнопки. Самые основные. Вверх, вниз и стоп. Вернулся к активному образу жизни после травмы он не сразу. Сам лежал дома, что, друзья, когда смогут, заходят. Сам боялся тоже, ты как же там ступеньки, там лифт. А вдруг сломается, а вдруг там никого не будет. А вот так потихонечку, потихонечку, вот сейчас даже дома, и нахожусь редко. Большую роль в его жизни сыграл спорт. Начинал с настольных игр и дартса, увлекался греблей, фехтованием на колясках, даже брал призы. А последние годы успешно занимается баскетболом. Любит путешествовать, выезжает в экспедиции с отрядами поисковиков, или просто на рыбалку, на пикник с друзьями, много ездит и по городу. Это стало возможным также благодаря тому, что появился приспособленный транспорт. У меня машины нет, поэтому везде перебираюсь только городским транспортом. Очень сильно меняется. Я вот по Москве езжу, я свободно езжу на городском транспорте, на автобусах. Сегодня Владимир едет на торжественное открытие межрайонного отделения социальной реабилитации инвалидов «Тушино», которое объединило несколько небольших учреждений этого профиля. Сюда можно будет прийти на лечебную физкультуру и восстановительные процедуры, за техническими средствами реабилитации, на занятия творческих кружков, на встречи с интересными людьми. В Москве идет такая программа создания шаговой доступности реабилитационных центров для москвичей, чтобы было удобно ездить, посещать их, чтобы дорога не занимала много времени. В северо-западном округе Москвы реализуется пилотный проект. В дальнейшем такие объединенные реабилитационные центры появятся и в других районах столицы. Особое внимание в них будет уделено работе с молодежью. Я думаю, очень хорошо будет тут и зал смотреть, какой большой, огромный. Тут можно какие-то мероприятия проводить и вообще встречаться, общаться. Создан этот этот совет для общения молодежи. Я думаю, что сюда будут приходить и зал в них никогда пославать не будет. И центры тоже. Скоро здесь откроется клуб знакомств, спортивные и творческие секции. Руководство центра надеется на инициативных молодых людей. По дороге домой уже под вечер Володя обдумывает свою новую задачу. Ну, хотелось бы, конечно, занять такой общественной работой для того, чтобы вытаскивать молодых людей и показать им, что жизнь есть после травмы. И жизнь на колясках очень активна и очень большая. И она намного даже интересней и как-то эмоциональней. Даже если хотя бы пятерых вытащу за всю жизнь, и то у меня душа прям спокойна будет. 12 лет назад, после тяжелой травмы, ему самому пришлось многое пережить. Ты уже все. Ты уже ходить не будешь, ты не будешь бегать, не пороси босиком. Чем быстрее ты примешь эту жизнь, тем тебе намного легче будет. Я принял, и намного легче, и быстро я это перенес. Друзья поддерживали, в первую очередь, конечно, родственники, семья. В больницу приходили, он со всеми в больнице у нас вечерами. Все палаты в нашу палату приходили. Как-то он и с врачами, как-то и врачи к нам каждое утро, когда идут. Вот мимо не проходили, все время заходили. Володь, как дела? Ну, как чего? Как ночь прошла? Он успевает сделать что-то по хозяйству, почитать и позаниматься с племянниками, а в редкие свободные минуты берет в руки гитару. Завтра рано утром у Владимира опять тренировка. Встречи с друзьями, много новых дел и планов. Парень очень добрый, открытый. Душа компании, можно сказать. С ним приятно всегда пообщаться. Хороший парень. Как спортсмен он очень сильный. И с точки зрения именно спорта, я думаю, что он еще будет прогрессировать долго и долго. На недавно проходившем столице этапе чемпионата России по баскетболу на колясках команда «Фалькон» заняла одну из лидирующих позиций.